лучше выбивай гвоздь а то потом голову рассечешь об него здравствуйте уважаемые зрители подписчики канала приехал на объект ребята начинают работы по утеплению отделки фасадов дома рассчитывал что будут стоять леса но какие-то неувязки на все бывает поэтому подсказываю как выставлять строительные леса значит основное это нужно чтобы была хорошая жесткая основа жесткая основа является хорошее дерево плотная как видите ставится лестница лестница видите с наружной стороны для того чтобы можно было двигаться и снаружи внутри строительных лесов дальше крест ставится с наружной стороны параллели ставится в сторону фасада если что-то можно одну параллель снимать и работать потом возвращать ее назад по параллелям лазить нельзя если у вас рабочий вдруг начинает лазить по крестам и по параллелям бьете ему сразу в бубен и выгоняйте потому что леса будут не такие устойчивые видите пришлось немножко здесь всех подравнивать подгибать ну и леса так мягко говоря лучше конечно ригель и щиты но когда нет другого приходится использовать доску доску лучше не как здесь 50 на 100 миллиметров если используете доску то три доски сто пятидесятых на 50 и закон обязательный по поводу два три пальца видите чтобы грязь не лежала и ширина настила было больше за счет этого чтобы было больше площадках для хождения ребята делают первый раз поэтому простите научиться здесь как бы у них тренировка значит по дому дом интересен построен из силикатных блоков плотность 1400 килограмм на кубометр это не газобетон то есть высокая инерционность рассчитывал что будет все готово но к сожалению какие-то там заморочки у ребят внутренние произошли ладно ничего просто больше времени проведу сегодня на объекте видимо до ночи потому что объем работ который мы должны выполнить огромный боюсь не все успеем но ничего стены смотрю более-менее ровный надеюсь что подрезать утеплитель а у нас пенополистирол pps 16 в 250 миллиметров думаю не придется посмотрим провеска покажет значит у нас фасад на стекло тканевая сетка болт x крепить с 2000 фасадный пенополистирол pps 16 в видите 250 миллиметров толстый видите кубики какие большие 4 побили препарав при разгрузке 1 и вот видите клея на приклейку баумит него fix про контакт на базу армирующий слой декоративные штукатурки декоративная штукатурка вязаться резид имитирующая фактура дерева так что видите все материалы здесь интересный проект провеска фасада шнурками перпоратором просверлили отверстия и дальше будем забивать арматуру 12 бур 10 арматура 12 боковины бей боковины беда да будет проще не торопись боковины боковины все вошло нормально и также с того края не перебивай перфоратор на аккумуляторах интерскол прочесть прочесть а то не пойдет туда здесь силикатный блок не газобетон все 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 много не надо но бур у нас 10 арматура 12 только аккуратней вот все арматура в касание точку отметил на стене и сверли здесь точку отметил туда-сюда туда-сюда сделай с той стороны лучше зайди чтобы не разбить сейчас дырку и тут нижняя арматура все все сейчас вешаем отвес выставляет вес бери карандаш делает метку на 27 до проверяю расстояние можешь чуть чуть выше отвес приподнять чуть-чуть на 26 и 8 видишь я просто это и заметил на 27 до 26,8 на 27, да? выставляй, выставляй сейчас это как шнурку, чирк, делай на ней риск нет подожди, подожди, убирай линейку вот как оно тебе становится успокаивай ее одной рукой успокаивай и делай отметку сейчас порыв ветра уйдет делай отметку, чтобы ты ее четко понимал все вводи, обводи ее, чтобы четко на другую сторону ее переноси так же вот ты по ней будешь если шнурка вдруг это порвется даже, смотри у тебя вот теперь, теперь в слову видишь что разница какая все вот здесь это вторую шнурку спускай а эту в сторону убирай но не сворачивай ее ни в коем случае там уж она раскрутилась хвост от второй спускай а эту отвесь в сторону в стороне повесь на лесах в одну потом в другую в другую в другую чтобы тебя не сорвало ветром в одну в другую потому что дергать будешь понимаешь, да? чтобы она не соскакивала в одну в другую все, и вижу просто артиллерийским вижу, вижу три узла достаточно еще три, хоть четыре тут не принципиально ты хоть привязал не перепутал и то же самое с той стороны так же выставляешь все ну да, я думаю давай на 27 ой так, так, так мы ошибку сделали ой, блин ошибка надо на 26 пенопласт у нас 25 сантиметров на клей ниже спускай 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 и что, хорош ты поди вот, все отлично все, в касание все, в касание перпендикулярно перпендикулярно ток чуть-чуть приподними слишком много опустил приподними сантиметр на 5 постарайся перпендикулярно ты сейчас ее наклонил арматуру так же выставляешь вот тут да, да, да ну там проверни ее и все тебе же понятно где все все аккумуляторный перпоратор очень удобно свернуть не надо, не надо там дырка видишь не надо «Смадрак» «Смадрак» Продолжение следует... 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 Это не шкул, это пена. Это пена? Да, да, да. Не царапай. Это пена. Мне кажется, царапай. Это у нас ТИС. Хрень полная. Тоже мазюкалка для дураков. По ушам ездит людям. Она и не пароизоляция, и не ветрозащита посредством заработка. А со стены прям ее срезаю этим ножом сапожным. Как видите, протираем обезжиривателем оконную раму. И заодно удаляем все остатки с ТИЗа. Да там хрен с этой в ямочке. Мы элементом примыкания это перекроем. Главное, убери вот эту основную грязь. Видишь? А вот тут вот тоже низ оботри. Оттуда не достанешь. А вот это? Да, да, да. Грязи этой не было. И дальше будет у нас сейчас разметка фасада. И приклейка элементов примыкания сеткой. Утеплитель будет заходить на 15 миллиметров на край кунорамы. Здесь, да? И аккуратненько там только стекла не трогай. Стекло трогать не надо, растворитель. Как видите, после того, как очистили оконный блок от СТИЗа, чертим риску. От края отступили на 15 миллиметров. Держу. Толще-толще черти. Чтоб видно было. От края 15 миллиметров наш отступ. Чего это у тебя столько линий много-то? Да, вот тут и что, что ли? Мне кажется, промахнулся. По мере расстояния. Полтора. Полтора? Смотри, где ровное расстояние, где не то. Не, вроде без, где полтора. Ну, вот это я что-то... Вот полтора, да, смотри, самка. Полтора. Наверху полтора. Хорошо. Ладно. Сверху рисую горизонтальную. И вертикальную. Вот, видите, мы приклеили элементы примыкания сеткой на окно. К желтой полосе нужно будет приклеить пленку. Прогрунтовать фасады. И в следующий раз я приеду, мы займемся уже приклейкой утеплителя на фасады этого дома. Вот, видите. Напоминаю, дом построен из силикатных блоков. Утепление фасадным пенополистиролом толщиной 250 миллиметров. Технологии СФТК мокрый фасад. Система Боумид. Будет длинный бийский фасадный дюбель. В общем, все как полагается. Смотрите, подписывайтесь, учитесь правильно выполнять фасадные работы. Вот, видите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Счастливо, до свидания. Мир вашему дому.